На данный момент внимание многих приковано к президентской гонке на Украине. И не мудрено, там развернулась настоящая борьба с непредсказуемым результатом. Было очевидно, что первым туром дело не ограничится, равно как не будет ограниченным вмешательство олигархов. Особенно активным остается Игорь Коломойский, которому есть за что спросить с Петра Порошенко. Ну, например. Война между Порошенко и Коломойским началась в марте 2015 года и сопровождалась баталиями, а также матершинкой в адрес подвернувшихся под горячую руку журналистов. Ты со своей свободой сидишь тут, блядь, и караулишь, блядь, как телка, блядь, своего неверного мужа. В результате олигарх добровольно-принудительно был вынужден покинуть пост главы Днепропетровской области. Затем началась схватка за Одесский порт, где главная роль была отведена Михаилу Саакашвили, на тот момент еще не испытавшего киевскую крышу на прочность. Держитесь! Держитесь! Они получат меня волочь! Ну, а вишенкой на торте стала национализация Приватбанка. Воображаю, как после этого вспыльчивый олигарх мечтал о возмездии. Наверное, он представлял себе сцену, как в один прекрасный день его хлопчики приходят к Порошенко и заставляют ответить за все. Ну, вот что-то типа этого в голове у него точно вертелось. Он похож на суку. Нет! Ну, так почему же ты пытаешься наебать его, как последнюю суку? Я не пытался! Нет, пытался! Еще как пытался. Но только не надо полагать, что Порошенко таким образом вел беспощадную борьбу с олигархатом. Скорее он избавлялся от опасных для него конкурентов. И результат налицо. За последние пять лет на Украине только у двух миллиардеров, вопреки всему, дела шли в гору. Это сам Петр Порошенко и Ренат Ахметов. Нетрудно догадаться, кто на этих выборах ратовал за перезбрание действующего главы. Но и Коломойский, жаждущий отмщения, подготовился основательно. Изначально, посоветовавшись с Виктором Медведчуком, он ставил на Юлию Тимошенко. Но в скором времени пришел к выводу, что один на один с Порошенко Юлия Владимировна не выстоит. И потом, складировать все свои яйца только в ее корзину чревато нежданчиком. Лидер Батьковщины может ненароком и разбить. Нужно было подстраховаться и найти еще одного кандидата. Поговаривают, что на смотрины привозили даже Вику Сюмар, Любовь Турчинова. Но в итоге было решено поставить на Зеленского самую рейтинговую фигуру на канале Коломойского 1 плюс 1. Поговаривали, что был еще один игрок, проживающий на данный момент в Вене Дмитрий Фертыш. По слухам, он поддерживал кандидата Юрия Бойко, лидера оппозиционной платформы «За жизнь». Но похоже, что при подготовке к выборам Медведчук выступил посредником между Коломойским и Фертышем и предложил использовать потенциал Бойко, чтобы оттащить голоса у Юлии Тимошенко в первом туре. В противном случае был риск, что окрыленный успехом она выйдет из-под контроля. Так что неспроста на переговорах в Москве Бойко поднимал именно газовый вопрос. Ой, неспроста. Сотрудничество в газовый вопрос. У нас заканчивается большой транзитный контракт. И мы не можем позволить, чтобы контракт был остановлен, потому что это создает серьезные проблемы для нашей газотранспортной системы. И вот днем, 31 марта, украинский журналист Игорь Гужева опубликовал первые данные экзит-полов. На третьем месте неожиданно для многих оказался Юрий Бойко. С примерным результатом 14-15,5%. Но теперь понятно, как он туда попал. Туфта – это нереальные результаты. Туфта и фальсификация. И вот интересные сливы экзит-полов пошли в день голосования к пяти часов вечера по Москве. По одним данным, Порошенко занимал третье место, по другим – второе. Причем рейтинг Петра Алексеевича практически не изменился. А вот лидер Батьковщины потеряла где-то 7%. Но зато у Бойко получилось почти 13%. Ну а к закрытию избирательных участков картина прояснилась. Согласно данным национального экзит-пола, в гонке лидировал Владимир Зеленский. На втором месте оказался Порошенко. Бронзу взяла Тимошенко. Ну а Бойко оказался в хвосте. И, возможно, Юрий Бойко догадывался, что так и будет. И потому за пару дней до голосования пытался договориться с Тимошенко. Но безуспешно. Не судьба. В результате Коломойский добился главного. Максимально припер Порошенко к стене, создав выгодные для себя условия, чтобы начать с ним политический торг. Ну что, может, о делах поговорим? Ну а чтобы усилить свою комбинацию, некогда опальный олигарх теперь будет искать компромисс с Тимошенко. Это вынужденная мера, так как Юлия Владимировна сгоряча может и третий Майдан собрать. А Арсен Аваков, кстати, ей поможет. Поэтому лидеру Бойко-Вщины будет предложена сделка. Кресло премьер-министра в обмен на поддержку Зеленского. И еще одна оговорка. На предстоящих парламентских выборах на Украине в качестве премьера она должна будет провести в Раду правильных кандидатов. То есть удовлетворить интересы ключевых олигархов. И, судя по всему, железная леди Украины готова проявить политическую гибкость. Просочились слухи, что ее штаб уже начал вести переговоры с Зеленским для объединения усилий во втором туре. Если такие договоренности будут достигнуты, фактически это будет означать, что Владимир Зеленский огласит своим премьер-министром Юлию Тимошенко. Мы не знаем, на какой стадии находятся переговоры. И согласится ли лидер президентской гонки на такую поддержку. Но уже сейчас очевидно, что такой союз станет большой проблемой для Петра Порошенко. Но интересна в этом раскладе игра и главы МВД Арсена Авакова. Вы говорите как в таких случаях? Вы так говорите? За последние годы, пока все бодались и воевали, он под шумок обзавелся своим силовым ресурсом. И речь не только о полиции, но и о вооруженных радикалах. Кроме того, у Авакова есть претензия занять кресло премьера. Так что не считаться с ним при таком раскладе невозможно. Поэтому, если Тимошенко действительно пойдет на сделку с Зеленским и под гарантией получения премьерского кресла поддержит актер во втором туре, Коломойскому, да и всем прочим, вовлеченным в процесс олигархам, предстоит нешуточный турк за руку, сердце и разум Авакова. И пока немало шансов, что в олигархической системе координат он начнет смещаться в сторону Коломойского. Но это пока. На Украине нет договоренностей, которые живут больше двух дней. И это надо понимать. А вот как будет играть Порошенко, имея на руках такой расклад, вот это вопрос. Но играть он точно будет. Ведь, надеюсь, никому не надо объяснять, что в случае проигрыша во втором туре судьба гаранта гарантированно будет незавидной. Могут и посадить. Тебя посадят, а ты не воруй. Ну а как вы догадались, в Ростове ему тоже места не найдется. Да, теоретически Порошенко мог бы согласиться на все требования Коломойского и под это перезбраться на второй срок. Но такая зависимость может обойтись ему в разы дороже. Много чего придется уступать, а главное отдавать. Мне с тобой придется делиться. А я, брат, люблю натуральную монету. Поэтому, скорее всего, он предпочтет контрнаступление. Например, попытается перетащить свой лагерь Тимошенко, также пообещав ей кресло премьер-министра. А в перспективе, возможно, и президентский пост на следующих выборах. Господи, ты поможи. Ну а кроме того, гаранту ничего не мешает на всю катушку задействовать подчиненных ему силовиков. СБУ внутри страны, а ВСУ на донбасских рубежах. Это армия тротил мне в жопу. Но не менее важно и то, как теперь по итогам первого тура сложатся отношения между Коломойским и Ахметовым. Вполне вероятно, что их недавний разлад, хоть и был, цитируя Ленина, всерьез и надолго, но не навсегда. Немало шансов, что они подпишут очередную, пусть и временную, мировую. И вот это сильно скажется на действиях Порошенко и коалиции Коломойского тоже. Так что, хоть Зеленский победил в первом туре, говорить Доброе утро, господин президент. Точно пока рано. Ясно одно. Ко второму туру ситуация на Украине будет очень и очень жаркой. Да прибудет с вами сила на данный момент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин